И на телеканале АРИС новости в студии Марина Паукова. В администрации города следят за состоянием цен о результатах мониторинга. Сегодня докладывала на оперативном совещании первый заместитель главы администрации Ирина Голованова. В целом в городе нет резкого повышения цен. Если где-то и был скачок, то больше он связан с курсом валют и, как правило, на импортную продукцию. Глава администрации Борис Беляев встретился с предпринимателями. Сегодня поводом для изучения ситуации с ценами стало обращение жителя города, сообщившего о высокой стоимости гранитного камня в салонах ритуальных услуг. Для этого глава администрации города Борис Беляев провел совещание с предпринимателями, подробно выслушав об особенностях формирования цен на природный материал. Представители малого бизнеса подробно объяснили, почему стоимость камня поменялась. Когда начал расти курс доллара, в основном все наши ритуальные службы занимаются китайским камнем. Китайский камень закупается, естественно, из Китая напрямую за доллар. Естественно, если доллар растет, растет и цена. Вот начиная с того момента, как только на первый рубль доллар подрос, и до сегодняшнего дня цена у поставщиков выросла уже на 65%. Кроме того, предприниматели обратили внимание на имеющиеся проблемы оказания ритуальных услуг и фактов недобросовестной конкуренции. В ближайшее время, заверил глава, повторно будет организовано совещание с приглашением всех участников, оказывающих ритуальные услуги. В завершении встречи Борис Беляев ответил и на другие вопросы предпринимателей. Разговор коснулся актуальных тем. Это очистка дорог и вывоз снега, нарушение правил стоянки, а также планов строительства дорог. С 1 января 2015 года при отсутствии приборов учета плата за услуги ЖКХ будет определяться с учетом повышающих коэффициентов. На сегодня в городе Кумертау насчитывается порядка 24 тысяч лицевых счетов на поставку коммунальных услуг. Как нам сообщили в МОБЖИЛ Комсервис, 20% жилых помещений не оборудованы приборами учета. Именно этой части собственников и коснутся новые правила оплаты за ЖКХ. С начала этого года, 2015, у нас вносятся изменения в правил оказания коммунальных услуг в части повышения нормативов в тех случаях, где не установлены приборы учета, как индивидуальные, так и общедомовые. Это коснется всех тех, кто согласно 256 закону не успел установить индивидуальные приборы учета до 1 января 2015 года. Единственным исключением из этого правила будут те жилые помещения, где установка данных приборов учета не представляется возможным по техническим причинам. То есть невозможно оборудовать жилье прибором учета. Повышение будет составлять в пределах 10% от существующего норматива. Данное повышение вы увидите в следующих квитанциях по оплате ЖКХ как отдельной строкой. Как раз он и будет называться повышающий коэффициент к нормативу. Те же самые изменения касаются и многоквартирных домов, где до 2015 года не установили общедомовые приборы учета. Опять же, нужно обоснование. Если дома нет возможности установить прибор учета домовой, дом, допустим, старый, либо подлежит сносу, в тех случаях, естественно, повышающий коэффициент вноситься не будет. В остальных случаях, как на горячую, так и на холодное водоснабжение, на электроэнергию, на отопление, на теплоэнергию, повышающий коэффициент будет установлен. Постепенно в республике будет становиться еще морознее. Температура воздуха достигнет минус 38 градусов. Главное управление МЧС России по республике Башкортостан предупреждает о гололедице на отдельных участках автодорог и тумане с видимостью 200-500 метров. Также ведомстве предположили, что в связи с устанавливающимися морозными днями в Башкирии возможно нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения системы ЖКХ. Возможно увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы энергоснабжения, неисправностью печного, газового и электрооборудования. Возможны случаи переохлаждения и обморожения населения, добавили в республиканском МЧС. У родителей при таких погодных условиях встает вопрос, отправлять ли школьника на занятия. В связи с этим исполняющая обязанности директор управления образования Наталья Быкова рассказала нам о режиме работы образовательных учреждений в условиях резкого понижения температуры. Напоминаем, что решение о посещении ребенком школы при понижении температуры воздуха принимается родителями. Во многие российские регионы пришли сильные морозы. Ожидаются они и у нас. Но на температурный режим, на отмену занятий влияет не только температура воздуха, но и ветер. Поэтому на Урале вообще действует следующая шкала. Учащиеся первых и четвертых классов могут не посещать занятия при температуре 25-28 градусов. То есть, если сильный ветер 25 градусов, дети не идут в школу. Учащиеся основной школы 5-9 классы при температуре 28-30 и старшеклассники 30-32 градуса при такой температуре. Но, тем не менее, если дети пришли в школу, занятия не будут отменены, а будут проводиться согласно расписанию уроков. Люди развлекают себя разными способами. Но когда грядущий отдых спланирован от и до, это намного веселее и интереснее. В последнее время стал популярным новый вид развлечений, такой как флэш-моб. Полюбились такие массовые мероприятия в нашем городе, рассказывает Александр Наумов. Суббота. Вечер. На стадионе «Шахтер» прошла заранее спланированная массовая акция. Иными словами, флэш-моб, в котором большая группа людей, ровно в 19.00, те, кто были в курсе, начали обнимать поблизости стоящего человека. Тем самым на каток упала волна объятий и радости. Как объяснили организаторы, акции — десятки, а, возможно, и сотни людей искренне улыбнутся друг другу, и мир станет намного добрее. Участники подобных акций в жизни часто являются вполне успешными и серьезными людьми. Некоторые психологи объясняют участие во флэш-мобах тем, что обыденная жизнь и повседневные заботы их утомляют. И таким образом они просто развлекаются. Александр Наумов, Ильна Раминов. Новости. Это была последняя новость этого дня. Я с вами прощаюсь. До свидания.